Привет, друзья! Это канал KingDrive и очередной выпуск о самых интересных событиях из автомобильного мира. Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Много лет подряд компания Audi считается главным поставщиком очень быстрых заряженных универсалов. Нет, это не значит, что у других ничего подобного не было. Просто именно Audi продвигала этот тип кузова как основной, не предлагая каких-либо альтернатив. У меня есть хорошие новости. В эту гонку решила включиться компания BMW. И в скором времени у RS4 появится очень серьезный конкурент. Речь идет о BMW M3 в кузове универсал. Немцы снова начали активно продвигать свою новинку и представили парочку тизеров. А еще в сети появился свежий видеоролик, как пятидверка проходит финальные настройки подвески на северном петле. В отличие от седана, универсал будет продаваться исключительно в версии Competition. Он также будет оснащаться трехлитровой рядной шестеркой мощностью в 510 сил и 650 ньютон-метров момента, работающей в паре с полным приводом и восьмиступенчатым автоматом. Более доступного варианта с задним приводом и механикой у пятидверки не будет. Если верить инсайдерам, универсал будет тратить не намного больше на разгон, чем седан и станет самым быстрым представителем своего класса, потеснив в этом сегменте нынешнюю Audi RS4. Так что нас ждет славная пирушка. Компания Tesla установила новый рекорд. Правда, на этот раз речь идет не о скорости или гоночном кольце, а о продажах. Американский производитель электромобилей отчитался о небывалом успехе на этом попрыще. За третий квартал компании удалось доставить более чем 240 тысяч машин по всему миру. И это почти на 7 тысяч машин больше, чем планировалось изначально. И на 40 тысяч больше, чем во втором квартале за этот же год. Большая часть поставок пришлась на Tesla Model 3 и Y. Их было отгружено 228 882 экземпляра. А вот более дорогие Model S и Model X отделались куда более скромными цифрами. 8941 электромобиль. Если Tesla удастся поддерживать такой рост, то уже в следующем году компания сможет выйти на показатель в 1 миллион электромобилей. Правда, речь идет не о уровне продаж, а о уровне поставок. Уровень продаж может отличаться, так как у дилеров есть всегда определенное количество машин про запас. И сколько Tesla удастся именно продать за этот год автомобилей, мы сможем узнать уже в начале следующего года. Когда компании начнут публиковать свои годовые отчеты и делиться результатами, тогда и можно будет сравнить, чего же удалось добиться за этот год детищу Илона Маска. Что ж, друзья, а у меня на сегодня еще не все, так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о нашем инстаграме, доступном по ссылке в описании. Субтитры сделал DimaTorzok